здравствуйте дорогие друзья с вами передача фокус на человека представьте ситуацию у вас есть любимое дело есть образование есть достаточный опыт есть достаточно ощутимые успехи в том деле которым вы занимаетесь но при этом вас не покидает ощущение что скоро вот ближайшее время появится человек который скажет что вы не специалист что вы не профессионал обвинит вас в обмане и унизит при всех как вам такие такое развитие событий вот это называется синдром самозванца об этом говорим мы сегодня в передаче гость студии дмитрий титков практически личный и групповой психолог и тренер здравствуйте дмитрий здравствуйте ну хотелось бы начать с того что мы говорим вообще о словосочетании вот синдром и самозванец вот что такое синдром психологии и что такое самозванец и синдром у меня как-то больше ассоциируется с медициной как это вот связано или нет сразу два вопроса с медицины это связано только потому что это собственно говоря слово слово синдрома новое из медицины нас какой-то клинической практике и говорит нам о том что это некая такая совокупности влени и на самом деле именно синдром самозванца или главов впервые назвали 80-е годы два психолога которые открылись собственно говоря проводили это исследование первыми вели данный тем не звали это феномен самозванца да если я не ошибаюсь это импостой феномен ну как то так они впервые открыли и ввели в практику данный термин хотя на самом деле к клинической практике, да, к медицинской этот синдром никакого отношения не имеет, это не болезнь, это никак лечится, и вообще в медицинском справочнике его, наверное, не найти. Это скорее такое... Не требует медицинского лечения, наверное. Да, не требует медицинского лечения, да, это скорее такое некое явление, что ли. Либо это там ситуация, либо это там ситуация, в которой находится человек, да, и он ведет себя определенным образом, как паттерн поведения, либо это определенная совокупность сопереживаний, переживаний у человека тоже в определенной ситуацию. Ну, трудно сказать, что такое конкретное. А вот второе слово «самозванец». Что оно из себя представляет? Почему вот это словосочетание настолько сейчас вот ложится хорошо на сегодняшнюю ситуацию, оно стало очень популярным на слуху постоянно? Ну, как будто бы я обманываю других людей. Хотя на самом деле мы здесь вообще не рассматриваем какое-то мошенничество либо какой-то обман. Ну, если там приводить пример то я даю интервью. Меня пригласили, вы, например, пригласили меня в качестве эксперта. Я сижу, например, на этом стуле и говорю какие-то там умные вещи. Хотя на самом деле у меня может быть и не такой большой опыт практики. И там у меня нет кандидатской степени. И вообще я там могу сомневаться в некоторой своей экспертности. Как будто, находясь на этом стуле, я ввожу в заблуждение вас, зрителей, относительно как будто своей компетенции. Как будто бы человек выдает себя не за того, чем он на самом деле является. Да. Или, собственно говоря, не тот человек, чего ждут другие. Ну вот в моем представлении это как-то связано, возможно, с неким проявлением неуверенности в себе. Это одно и то же или все-таки это разные вещи? И да, и нет. Да, здесь есть сомнения в собственной какой-то уверенности. Как будто у человека, у которого есть данный синдром, он не уверен в себе. Не уверен в собственной компетенции. Но, как правило, мы будем рассматривать, и чаще всего, как правило, рассматривать какую-то рабочую сферу, где можно что-то как-то сопоставить, сравнить, какой-то набор компетенций. То есть, получается, что этот синдром проявляется именно в рабочей ситуации, в личных отношениях, в семейных отношениях он проявляться не будет? Сложно сказать, будет или не будет. На примере какой-то рабочей сферы проще это обнаружить. Ну как будто явно видно, потому что человек занимает определенное место, и у него есть какое-то собственное представление о том наборе качеств, которым он должен обладать, находясь на этом месте. Хорошо, но вот тогда с этой точки зрения с одной стороны, казалось бы, психологи говорят, не чешется, не чеши. Но с другой стороны, если человек испытывает нечто подобное, то можно, наверное, перечислить какие-то признаки, по которым можно определить, что да, у тебя похоже или у вас похоже синдром самозванца, чтобы потом с этой темой уже идти заниматься этим делом. Ну, можно выделить, попытаться какие-то такие признаки. Да, в общем-то говоря, что они могут быть очень индивидуальны сами по себе и могут очень по-разному проявляться. Как говорится, да, наука знает в среднем о каждом человеке, но ни о ком конкретно. Вот. Во-первых, это вот такое ощущение несоответствия какой-либо занимаемой должности, статуса или какого-то положения. Первое, да, как будто я не достоин этого места. Это принижение своих собственных компетенций. Это принижение собственных компетенций или принижение какой-то своей собственной экспертности. То есть, другими словами, человек убежден, что вот находясь на этом месте, он всех обманывает. На этом месте, как говорят, в каком-то кино говорят, на этом месте должен был быть другой человек. Будто бы да. Будто бы да. Это сопровождается, естественно, повышенной тревогой. Да? Может иметь место страх быть разоблаченным, как раз-таки, как будто кто-то войдет и скажет, что вот я не достоин там какой-то должности и все, соответственно, как бы пойдет крахом. Иногда часто это сопровождается страхом совершить ошибку. Да? Потому что в какой момент меня могут раскрыть? Да? Придут и скажут, что вот, ну, обратят внимание на ошибку. То есть, в тот момент, когда я ошибся. Например, вот какие-то вот такие вещи. И я бы, наверное, еще добавила невозможность принятия похвалы как таковой. Да? Вот это вот принятие как таковое, да, то, что там у нас геноповеденческие специалисты, да, говорят, атрибуция. Некая атрибуция успеха, да, есть какие-то такие трудности и принятие там в том числе собственных достижений. Какое-то немножко искаженное отношение к успеху. Как будто избегание принятия этого успеха. Вот по этому поводу у меня есть прям, как сейчас говорят, кейс. Приходила девушка, которая сама, ну, руководителем, естественно, не совсем одна, руководила командой людей, которые провели невероятно мощное мероприятие, прям вот очень мощное, серьезное. Там требовалась высокая квалификация, серьезная подготовка, личные качества очень серьезные требовались. И когда мероприятие закончилось, оно было действительно оценено высоко, эта девушка отказалась от премии, вот с таким как раз посылом, что я ничего такого не сделала, я выполняла свою работу, и мне просто повезло вот здесь, мне повезло с людьми, мне повезло с ситуацией, мне просто вот тут вот пальцев десяти не хватит, мне просто повезло. Да, здесь как будто вы выделяете еще один признак, да, это причисление собственных каких-то достижений к каким-то таким вещам. Случайным совпадением. Да, случайным удачей, случайным совпадением, везению. Хорошо, допустим, нас сейчас слушает человек, который говорит, ой, а у меня все это есть. Есть, понятно, что вы психолог, но есть какая-то возможность поработать с этим самому? Или это только уровень работы специалиста? Можно заниматься самоанализом, мы все занимаемся самоанализом. Здесь есть один момент, на который стоит обратить внимание. Иногда самоанализ превращается в такую гиперрефлексию, и, собственно говоря, простым языком самокомпания. То есть рефлексия превращается в самокомпание и не приводит никакому результату? Да, можно просто закопаться. Можно закопаться. Можно закопаться. Вот, допустим, опять-таки, у нас есть условный человек, который обнаружил у себя этот синдром, вот это проявление, для того, чтобы он, ну, говорит, да, да, но тоже тревога. Поднимается, ага, у меня это, у меня это. Соответственно, нужно понять, откуда взялось. Это механизм. Понять, да, и, собственно говоря, увидеть зверя, назвать его по имени. Вот откуда, кто больше всего подвержен синдромам самозванца, и откуда механизм его происхождения? Ну, трудно сказать, кто подвержен, а кто не подвержен. Ну, кто более подвержен. Тут необходимо, наверное, сказать о том, что достаточно, вот этот, условно говоря, синдром встречается достаточно большого количества людей. Там некоторые приводят цифры, что до 70% всех людей, так или иначе, однажды у них встречался какое-то данное явление, там, переживание и так далее. То есть это, в принципе, условно можно сказать, что это такая нормальная вещь, с натяжкой. С натяжкой можно сказать, что это нормальная вещь, но это достаточно часто распространенное явление. А говоря о том, как это могло бы быть сформировано, есть, наверное, несколько причин. Во-первых, это какой-то, безусловно, семейный контекст, который есть у нас у всех. А это и отношение родителей к успехам ребенка, безусловно. И то, каким образом этот успех достигался. Ну, если на примерах это очень банальная вещь, когда я получил пятерку, да, меня мама спрашивает, а кто еще получил пятерку? Там, если это большое количество человек, то вроде как и мой собственный успех нивелируется на фоне достижения остальных. издающих, например, там тот или иной экзамен, или ту или иную работу, да, кажется, что ничего такого у многих еще. Либо наоборот, я получил четверку, которая мне очень дорого досталась, а вот Петя Иванович получил пятерку. Да, я получил пятерку. А чего ж ты так? Да, так формируется вот это вот принятие, атрибуция какого-то успеха, да, собственно говоря. Второе это сравнение, да, опять же сравнение, особенно если там есть кто-то там младший или старший, или там сосед, да, вот посмотри, у него вот это вот, у него лучше получается, там условно говоря, я закончил четверть с одной четверкой, да, а вот там сосед, соседский Петя, он закончил без четверок. Да, и как будто здесь опять не берет этот самый успех. Как будто нужно быть идеальным в этом случае, чтобы действительно быть признанным, и действительно мои достижения оценивались по достоинству. Это дальнейшие какие-то семейные установки, которые связаны с успехом и каким-то достигаторством. Если я не ошибаюсь, в транзактном анализе, да, в одном из подходов, который, в одном из терапевтических подходов, есть такая штука, как такое предписание, которое называется «не высовывайся». И тогда, возможно, у человека будет сформировано такой внутренний конфликт, да, который мы можем назвать, когда человек, например, достиг какой-то должности, да, но у него возникает противоречие семейным контекстам, когда он там приходит к родителям и говорит, ну, я там стал, не знаю, каким-то крупным руководителем, да, или открыл свою какую-то компанию. Чего-то добился, какой-то результат принес. И ему родители говорят, да что ты, разве ты это сможешь вообще? Это нужно быть там кем-то, 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 ты разве сможешь вообще? Что ты делаешь, куда ты высовывался? Либо, ну и что? Вот такая реакция. Ну да, да, такое вот обесценивание. Да, еще один механизм обесценивания достижений ребенка в семье. Какие-то такие вещи, это вот они могут. Дмитрий, а правильно я понимаю, что если не заниматься этим синдромом, то он как бы подпитывается все время, и это может превратиться в то, что у человека одна корочка есть, вторая корочка есть, третья корочка есть. Он же там закончил ни одно высшее образование, ни одну микстратуру. А перевести в свою действительную экспертность уже уровень, ну, образовательный уровень экспертный в деятельность, вот ему как раз мешает вот этот комплекс. Ну, сложно, наверное, нет. Почему? Мы будем очень идти по тонкому такому льду между там разными синдромами, которые называются и которых объединили там это не какой-то прокрастинический, да, это какая-то прокрастиническая вещь, какой-то откладывает. Это может быть как раз-таки там синдромы отложенной жизни, когда там я откладываю, 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 откладываю до бесконечности то, что не могу начать. Как правило, синдром самозванца. Дело все в том, что есть такая парадоксальная штука, что человек, который обнаружил у себя данный синдром, на самом деле самозванцем не считается. И он обладает этой экспертностью, и все с ним, собственно говоря, нормально. То есть получается, что человек, который действительно является самозванцем в той или иной сфере, обманщиком, да, он никогда не будет сомневаться в своих знаниях, вернее, в той информации, которую он кому-то несет, да? Ну, слушайте, ну, я бы не хотел, чтобы мы вот одних будем называть обманщиками, а других не обманщиками. Да, здесь есть такая штука. Да, есть еще такая парадоксальная вещь, что люди, уверенные полностью в своей компетенции, на самом деле обладают, ну, какой-то низкой квалификацией и низким уровнем знаний. Потому что это вот это вот, как бы, аристотельское, да, кажется, выражение, да, 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 выражение о том, что чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего, собственно говоря, не знаю, да, потому что когда повышается экспертность, когда большое количество знаний начинает накапливаться, да, я как будто с высоты вот этой вот смотрю на все то, что я ничего не знаю, это меня немножко пугает. Я знаю о том, что есть еще очень-очень-очень большое количество знаний, которые я, ну, в жизни, наверное, не узнаю, не выучу, не исследую. То есть, возвращаясь к механизму формирования этого синдрома, мы все-таки во главу угла ставим семейную историю, в первую очередь, да? Наверное. Наверное, все-таки это какой-то семейный контекст. Если уж мы будем говорить о том, какие базовые паттерны, да, у нас формируются, они, конечно, у нас формируются в детстве под влиянием родителей. Хотя мы будем говорить, есть такое понятие, да, перинетальные фигуры, да, взрослые фигуры. То есть, это может быть не обязательно родители, это может быть тренер, это может быть учительница, это может быть, ну... Ну, какая-то знаковая фигура. Да, это какая-то такая большая авторитетная фигура, как правило, взрослая. Если мы говорим о детском периоде, а в детском, чаще всего, реже по троскам, это любая взрослая фигура. Она может, опять же, положить предпосылки к наличию каких-то таких переживаний путем сравнения, обесценивания, отсутствия поддержки. Если родители не заложили создание некоторых предпосылок к достижению успеха, искаженное восприятие успеха, это все в совокупности может привести к появлению. К слову о достижении успеха, я правильно понимаю, что люди с жизненной стратегией избегания, они вот больше могут быть подвержены, могут попасться в эту ловушку синдрома самозванца, так? Не знаю. Ну вообще, есть какие-то типы личности, среди которых чаще встречается этот синдром? Вы знаете, я не разбирался. То есть я, если бы ко мне вот пришел, например, клиент и говорил, что у меня вот, я обнаружил в себе синдром самозванца, я в первую очередь спрашивал бы у него, а как вы это поняли? Ну давайте представим ситуацию, да, что вот он к вам пришел, к вам пришел молодой, ну пусть молодой человек, а говорит, вот я почитала литературу, и я обнаружил, что у меня есть все признаки того, что у меня синдром самозванца. Вот ваши действия дальше как? Ну я бы его спрашивал, как оно проявляется у вас? Что вы под этим понимаете? А не пытается ли он натянуть чужой одеяло на себя, да? Ну что-то, что-то такое. А как вы это понимаете? А как это проявляется у вас? А что вы вообще хотите с этим делать? Да, избавиться как избавиться? Учитывая то, что это не лечится таблеткой каким-то таким простым вмешательством, там мы говорим о каком-то наборе поведения, о каком-то наборе переживания, о каком-то вообще способе какого-то мироощущения. Скажем так, особый элемент такой, как бы части психики. Да, вот психика так работает. Как бы он, что бы он хотел с этим сделать? Чего он не хочет там чувствовать или ощущать? Как он бы хотел изменить свою жизнь в этом? Я бы спрашивал у него об этом. Я бы не типировал его как-то и не говорил. Вот эти люди как бы подвержены. Там этому не подвержены. Не знаю. Вот с этим условным клиентом вы будете затрагивать его эмоции, да, его чувства, о которых он пытается избежать и, собственно говоря, поэтому приходит к вам. Ну, например. Чтобы понять, чего он избегает и почему, да? Например, если он будет говорить о неком переживании тревоги и страха, то да. Мы с ним будем говорить о тревоге, да, например, о той тревоге, когда перед ним ставятся какие-то задачи, очередные задачи, и как он справляется с этими, например, задачами, да. Будем исследовать совместно с ним часть его психики и поведения. А второе, да, это если проявляется какой-то страх, страх совершить ошибку. Да, мы тоже будем каким-то образом представлять, да, что будет, если он совершит эту ошибку. А вот есть какое-то такое, что-то положительное в этом синдроме? Мы же всегда говорим, что нет ничего только плохого и нет ничего только хорошего, да? Да, истина всегда где-то посередине. Вот что человек хорошего может сделать, полезного для себя из того, что у него этот синдром есть? Ну, условно, да, есть. Я бы не сказал, что там вот, да, есть какие-то положительные качества. Я считаю, что как бы там тревога и страх не были нашими нормальными реакциями, эмоциями, чувствами, я бы не сказал, что это прям есть какая-то положительная. Да, возможно, для некоторых людей это является стимулом быть более компетентным. А, то есть это развивает экспертность в каком-то смысле. Да, в каком-то смысле это развивает экспертность, потому что нужно соответствовать высоким требованиям, которым человек предъявляет самому себе. То есть нужно постоянно наращивать эту экспертность. Хотя, возможно, это наращивание превращается в некоторую такую токсичную продуктивность, когда, например, приводит часто такой пример, что если я готовлюсь к какому-то крупному мероприятию или выступлению, вот я долго готовлюсь, да, это превращается у меня в такую прям не подготовку, а переподготовку, да, как будто. Да, и потом я списываю на то, что ну вот я хорошо подготовился, я хорошо выступил, потому что я хорошо подготовился. Это не я эксперт, я просто хорошо, долго и упорно готовился. Да, но это все равно как-то повышает мою экспертность. Да, все равно я долго готовился, я, видимо, прочитал много литературы, там, ну, изучил большое количество информации, тогда я помогу. Тем самым я повысил, да, свою собственную экспертность. Еще что можно выделить? Ну, это такая, да, подготовка, в том числе умение мобилизоваться в какие-то кратчайшие сроки. Прямо перед дедлайном, перед дедлайном, да, я как-то очень быстро мобилизуюсь, да, и могу в короткие сроки решать какие-то задачи очень быстро, чтобы там не быть раскрытым. Золотой пусть прокрастинатора. Да, да, да. Перед дедлайном. Да, перед дедлайном. Собраться и все, выжать из себя до последней капли. Да, вот это вот мобилизация. Да, потом, соответственно, спрашивать себя о том, ну вот почему же я вот это откладывал, 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 да, и вот только в конце я там решил этим заняться. Вот смотрите, еще, я так понимаю, люди, которые обладают этим синдромом, они в какой-то степени могут желать быть намного лучше, чем все остальные, быть суперэкспертом, суперчеловеком, суперспециалистом. Вот это из той же серии, где и родительские установки семейные, так? Ну да, это все как будто выходит... Это вторая сторона. Да, это как будто все выходит из семейного контекста. То есть, если там рассматривали, опять же, много исследователей, психологи рассматривали вот этот механизм проявления, да, и чем характеризуется еще так называемый синдром самозванца, да, есть вот этот цикл, своеобразный цикл самозванца, да, это вот про то, что мы только что говорили, там, например, подготовиться к конференции, да, это либо переподготовиться, либо в последний момент прокрастинировать, да, потом риск попытаться. Да, второй момент, это вот этот аспект очень высокой планки перед собой. Очень желание там быть, он может встречаться или не встречаться, но это желание быть лучшим, желание быть лучшим экспертом. Какая-то вот такая вот. Ну, то есть, как будто человек пытается в этой ситуации быть, ну, вот, истинный в последней инстанции, да? Пытается, но не осознает, что это вот недосягаемое, собственно говоря. Ну, как будто он был, ну, хотя бы он, если будет не последний истинный, то первый. Вот. И вот в этой же связи, наверное, можно поговорить еще о мифах, которые окружают вот этот вот синдром самозванца. И здесь один из мифов звучит так, что экспертность вообще в принципе, наверное, не бывает абсолютной. Да, я с этим согласен. Это про то, что если мы будем говорить, что не существует абсолютной истины, то не существует абсолютной экспертности. Потому что в какой-то момент это просто невозможно это измерить. Невозможно это измерить. Поскольку в какой-то, если мы говорим об какой-то либо экспертности, эта экспертность может быть очень, скажем так, присоединена к различным областям науки. Если мы будем рассматривать на примере науки, да, то это может быть как-то очень сложно. Например, психология. Очень просто я могу объяснить, что в какой-то момент и даже психология есть, какие-то такие узкие темы, где можно быть экспертом, но, в принципе, там могут наслаиваться и знания антропологии, например. Да, интегративные такие вещи. Да, да, да. Такие знания какого-то эволюционного процесса. Это знания в том числе о социологии, например. То, как люди, например, реагируют, не каждый в каком-то вакууме, да, условно, когда они, например, в какой-то своей массе, да, они реагируют. И таким образом вот этот вот путь, он на самом деле, он не то, что бесконечен сам по себе, хотя он и может быть фактически бесконечен, но в какой-то момент вот этот вот уровень экспертности, он просто теряется. Он просто теряется, размывается, потому что, ну, там, сложно. Второй миф, который я читала в литературе, это миф про конкуренцию. Да. Ну, о том, что вот чем выше я буду экспертом в какой-то области, кормя свой синдром, тем меньше у меня будет конкурентов. Ну, да, скорее всего, это миф. Поскольку я не думаю, что вот есть прям такая какая-то вот глубокая конкуренция среди действительно экспертов-экспертов. Ну, и потом конкуренция, в конкуренции, в принципе, в чистом виде нет ничего плохого. Это соревнование, которое является двигателем прогресса, в общем-то. Конкуренция — это двигатель. Ну, трудно сказать. Опять же, это вообще не показатель того, что если я выиграю в конкуренции, я достигну успеха. Ну, да. Это вообще не показатель. Это, по-моему, когда-то «Что, где, когда» Борис Крюк спрашивал знатоков о том, что как бы приводит ли некая эрудиция к успеху. И там они вообще все отвечали, что нет, не приводит на самом деле эрудиция и с успехом, ну, имеет такую не очень большую корреляцию. Да. Вот, поэтому не знаю. И третий миф заключается в том, что чем профессиональнее и выше уровень эксперта, тем больше у него аудитория. Ну, вот тут я, наверное, сама могу сразу сказать, что вы не согласитесь с этим мифом. Я, наверное, предполагаю, почему. Ну, да-да, потому что, собственно говоря, это имеет очень-очень-очень мало связи. Ну, и потом у каждого эксперта, вот для меня, обязательно найдет своя аудитория. Ну, конечно. Можно быть экспертом в очень разных областях. которым, например, там, я вообще не интересуюсь, я вообще не знаю этих людей. Хотя, опять же, они могут быть экспертом внутри какой-то своей, условно говоря, ниши либо какой-то своей деятельности, они могут быть суперэкспертом, но они могут быть вообще совсем не медийные. Их вообще могут, соответственно, там, не знать. Причем это интересно, вот сферы экспертности мы же вообще затронули, да, и здесь действительно экспертность и успешность — это, ну, вот несовместимые вещи. Человеку иногда нравится быть просто экспертом. У нас таких на воскресном рынке, вот этом балашином рынке, каждые выходные очень много. Там столько интересных людей, которые являются действительно экспертами, вот в своей какой-то такой очень тонкой, очень узкой специализации, и при этом они, ну, не успешны с точки зрения общепринятого вот этого представления об успешности, а им хорошо, им этого вполне достаточно. И у них своя аудитория, кстати говоря. Ну вот, если мы там откроем YouTube, да, и начнем смотреть какие-то передачи о психологии, мы можем, не хочу никого критиковать, но мы можем там найти очень большое количество там роликов, у которых большое количество просмотров, на самом деле там они имеют, ну, такое, очень поверхностное отношение, очень поверхностную информацию о этих вопросах, к которым там разбираются. Ну, и к науке как таково. Ну, и к науке, да, естественно. Хорошо. Если человек продолжает изо дня в день испытывать этот синдром, и это его немножечко вот, ну, подраздражать начинает, что может его успокоить? Парадоксально, но признать, что он самозванец. Действительно парадоксально. Сказать, сказать, все, да, я он. Я вот он, все, я недостоин. Я недостоин вот там своего, не знаю, кресла, стула. Зарплаты. Зарплаты. Вот, не важно. Все, я недостоин, я самозванец. Все, или там, мне понравился пример, да, который я вычитал, готовить к этому интервью, да. Бизнес-форум сидят, спикеры, все красиво. Там один из спикеров там говорит, поворачивается, я говорит, вижу очень много здесь коллег с очень большим опытом ведения бизнеса, чем у меня. Но я попробую как бы выступить, да, со своей стороны. И в этом плане он не выглядит в глазах аудитории каким-то таким-то самозванцем, самозванцем. Доверие себе плюс начинает с каждого, каждый человек имеет право начать с чистого листа, и каждый человек имеет право на ошибку. Ну, собственно говоря, да. И вообще мы пока не знаем, пока не выступил человек, будет ли это полезно, или будет это полезно, как бы непонятно. Это опять к вопросу о том, что вот это вот скандальное выступление Тони Робинса, которое продавалось в Москве, не помню на каком стадионе, за очень большие деньги. Люди были очень сильно разочарованы потом, потому что он приводил вот такие очень банальные вещи, да, там, типа там, верь в себя, все получится, ну, вот эти вот такие вот вещи. Там ничто не гарант чего-то, как будто бы, да, мы об этом говорим. Второе, что может ему помочь, ну, собственно говоря, давайте возьмем за скобки помощь к специалисту, да, идти и сходить, и поговорить об этом, да, поговорить об этом с психологом. Второй момент, ну, это какая-то поддержка, получение какой-то поддержки. Безусловно, это поделиться с тем человеком, с которым возможен то, что мы называем открытый диалог, да, это когда я могу сказать другому, и он не будет как-то меня критиковать, спрашивать, да, я просто могу поделиться с ним какими-то своими переживаниями, страхами, тревогой, чем-то еще, то есть с кем-то поговорить, с кем-то поговорить. То есть человек точно из круга доверия? Ну, да, человек, которому я доверяю, человек, который не оценит меня, если я не буду его просить. То есть человек, которому я приношу все свои сомнения по поводу своей вот этой вот, своего обмана, самозванства, рассказываю ему ситуацию, и этот человек, который находится в доверии, он говорит, а я ничего такого не вижу, ну, как бы все нормально, ты этого, например, заслуживаешь, ты это понимаешь, ты умный, там, развитый, и ты столько работал и так далее, и тогда у человека может немножечко вот этот уровень тревоги присесть, да, в норму войти. Это первый вариант, да? А еще? Ну, что-то можно попробовать из письменных практик, там, выписывать свои какие-то успехи. Ага, то есть, когда мы выписываем, получается, что мы опираемся только на факты, и уже не испытываем каких-то эмоций, и можем... Да, да. Мы здесь, естественно, мы можем здесь свалиться в обесценивание, но мы можем попробовать повыписывать. Особенно полезно возвращаться к ним. И, наверное, если мы сконцентрируемся на фактах, то там сложно обесценивать. Да, но, тем не менее, я считаю, что у человека есть возможность обесценить все. Бесконечное. Да, бесконечное количество фактов, но, тем не менее, это помогает. Это помогает, и по моему опыту у людей, у которых имеются какие-то депрессивные симптомы, вот этот вот дневник каких-то положительных эмоций или дневник каких-то успехов, он помогает немножко поддерживать такое позитивное, ну, какое-то позитивное состояние, да, либо ровное, это помогает. Да, там, письменные практики, не знаю. Я, например, читал о том, что кто-то предлагает, например, сопоставить резюме схожих позиций, да, если там какая-то должность, да, мы составляем резюме и, в принципе-то, сопоставляем, что как-то там, в принципе, находимся на определенном уровне. Тут не нужно совершать ошибку, не надо рядом с собой класть резюме, там... Выпускника Гарварда? Ну, что-нибудь такое, да, там, всякие Илоны Маски и такого, да, там, мы все-таки как бы нужно сопоставлять с той позицией, на которой... То, что может сопоставляться. Да, то, что может сопоставляться, а не то, что находится очень на разных уровнях. Но мне сейчас, поскольку я отношусь к 70-процентному большинству людей, которые хотя бы раз этот синдром испытывали, мне сейчас очень отозвалось ваше предложение по поводу признать себя самозванцем. То есть скажи себе сам, что ты самозванец. И надо, получается, аргументировать, в чем действительно ты считаешь, что твое самозванство без игры вот этой вот внутреннего конфликта. И у меня вот сразу появилось такое ощущение внутри, что моя здоровая часть, которая как раз и реализует все проекты, которые действительно работают, она сразу так взбудоражилась и говорит, ага, чего это мы вдруг самозванцы, мы работали, мы учились, мы... И это очень сильно, вот сейчас я прямо это здесь чувствую, это очень сильно подкрепляет нормальное состояние, уверенности в том, что ты делаешь. И вот по поводу круга доверия, поделиться с человеком, и может быть даже пока не вылечишься, условно говоря, пока он не снизится периодически делиться с этим человеком, это прекрасная мысль. Вообще, это тема о собственной уязвимости. Если честно, вот этот вот весь синдром самозванца, если мы будем рассматривать это под углом, как я смотрю и как я, каково мое отношение к вот этой вот уязвимой части, которая есть у меня. Вообще, это все про собственную уязвимость. И как будто бы про смещение локса контроля на внешнюю среду, да? Ну да, может быть. Да, может быть. Это мы все равно, вот если мы как-то будем так вот более-менее там субъект-субъектно или объект-объектно рассматривать, да, эти вещи, да, что это как будто вот такое вот некоторое несопоставление внутреннего ощущения и внешней какой-то ситуации. Как будто есть какой-то преследователь, который хочет нас раскрыть. Как будто там и мы хотим быть раскрытыми, и вот такие какие-то процессы вокруг нас происходят. Да, но я считаю, что это все равно тема вот собственной уязвимости. Как я отношусь к собственной уязвимости? Когда я могу быть уязвимым? Как я отношусь к ошибкам, которые я совершаю? Что такое для меня совершить ошибку? Хорошо. Подводя итог, мы уже, собственно говоря, даже о рекомендациях уже поговорили. Вот я хотела выделить главное для себя. Первое, это очень распространенное явление, да, и оно никак не имеет никакого отношения к медицинским диагнозам. Это вещь, которая говорит о нашей уязвимости, и с ней можно идти к психологу, если есть такая вот потребность. Ну, то есть, как это, если нас сильно это беспокоит, мы с этим идем. Если нас это не сильно беспокоит, мы это дело не трогаем. Но если сильно беспокоит, идем к психологу. Если терпимо, то мы применяем то, о чем вы говорили. Поддержка, да, попробовать, попробовать выписать все свои достижения на конкретном листочке бумаги без эмоций, оценить факты, которые ты смог осилить. И самое главное, интересное самое для меня с точки зрения эмоций, почувствовать себя действительно самозванцем. Вот такой интересный момент самый. И поняла. Римма Павловна Ефимкина это видела. Разговор с ним симптомом. У нее был симптомом, а здесь можно поговорить с синдромом, наверное. Что тебе от меня нужно? Что ты хочешь мне сказать? Какую информацию ты мне несешь? О чем? Что я должен понять? Ну, это такой, да, уровень самоанализа. Да, я могу вот как бы проследить, да, зачем он нужен. Это симптомы, от чего он у меня уберегает. Да, может быть, мне страшно занимать, там, должность выше. Да, нежели, которое, там, я занимаю. Как это у меня связано? И еще это все-таки ведет нас, опять-таки, к осознанию своего места в жизни, своих эмоций, принятия своих эмоций и анализа, самоанализа своих эмоций. Ну, то есть, если человек осознанный, для него самоанализ эмоций – это нормальная практика ежедневная? Она просто… Ну, я считаю, что здесь не столько именно об анализе, да, каких-то эмоций. Мне кажется, здесь речь идет скорее о каких-то конъективных искажениях, о каком-то неправильном восприятии и принятии успеха, чем о каких-то эмоциях. Эмоции, скорее, они вот сопровождают этот процесс. А рефлексировать по поводу действительно страхов и тревог, ну, можно их идентифицировать. Идентификация эмоций – это очень важно, это очень круто. Я как бы не оспариваю этот компонент, да, но как бы с другой стороны много рассматривать вот именно вот этот вот страх, да, особенно если это какой-то страх совершения ошибки, да, либо какая-то повышенная тревога. Ну, без какого-то контекста можно не разобраться. Ну, и в конце традиционно спасибо вам большое, Дмитрий, за то, что вы пришли и рассказали нам об этом интересном синдроме. И в заключении я хочу сказать зрителям, что на абсолютную истину не может претендовать никто. У каждого человека своя правда. Истина, как еще говорят, как правило, где-то посередине. И, естественно, берегите себя. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok